Так-так, мистер Архимед, проверим вашу теорию в деле! Ахаха! Все системы в норме! Бабус! Отличный прыжок, 10 баллов, лескучесть, 3 балла, тонучесть, 0 баллов, плавучесть, идеальная! И-и-и! Как тебе такое, Архимед? Прыжок на четверочку, зато какой всплеск! Тройное сальто и бинго! Никаких брызгов. Вода вытолкнула и этих трех пловцов. Время для тяжелой артиллерии. Бум! Не-е-е-е! Сью, я потерял самый ценный экземпляр. Сэмми, если бы ты кинул в унитаз металлический мяч, он бы засорился. Он бы пал жертвой науки. Слушай, может оставим Архимеда и унитаз в покое и проверим закон Ньютона? Как связаны мои мячики и ученые, которому на голову упало яблоко? Увидишь, а унитаз нам еще понадобится для не менее научных целей. Что там с Ньютоном? И что здесь делают эти кирпичи и рельсы? На твоих мячиках мы проверим силу трения качения. Ее описывает второй закон Ньютона. Воу-воу-воу, святые вательки! Сью, ты хочешь свести меня с ума? Почему же? Я вроде как на русском языке с тобой говорю. Давай по порядку. Сила, трение, качение и сколько вообще законов у этого Ньютона. О, ты готов к мини-лекции по физике? Тогда начнем! На самом деле история про яблоко всего лишь миф. Исаак Ньютон долго разрабатывал теорию всемирного тяготения. А яблоки, падающие с дерева в его саду, наталкивали его на нужные мысли. Интересненько! Согласна! Но этот великий ученый описал много других любопытных штук. Например, он вывел три закона механики, которые другие ученые назвали его именем. А что будет, если я нарушу один из них? Сэмми, это невозможно! Это природа! Ньютон просто описал то, что увидел в природе. И назвал это законами? Хитро! Сэмми, я на минуточку прерву свою лекцию и покажу кое-что зрителям, хорошо? Лекцию по архитектуре я тоже не пропущу! Что там, что там? В будущей башне я сделаю окна. Они нужны, чтобы установить туда рельсы. Всего у нас будет две башни, через которые мы протянем железную дорогу. Точнее, пластиковую. Сэмми, ты не мог бы собрать вторую такую же башню? Ой! Котч-котч! Тютелька в тютельку! Легкотня! И при этом я не нарушу ни один закон! Уж постарайся! Кстати, о законах Ньютона. Эти кирпичики тоже подчиняются одному из них. Первый закон гласит, что пока на тело не действуют никакие силы, или действуют уравновешенные силы, тело находится в состоянии покоя. Но если я обделю какой-нибудь кирпичик, в дело пойдут второй и третий законы. Ребята, а вы интересуетесь физикой? Ставьте лайк, если вы хоть раз тестировали научные законы! Маленький шажок для человека и огромный шаг для всего человечества! Что это ты делаешь? Пытаясь нарушить закон всемирного тяготения! И как успехи? Кажется, гравитацию не обмануть! А этот Ньютон был хитер! Пока Сэмми пытается обмануть законы природы и физики, предлагаю продолжить работу! Чтобы швы были более симпатичными, обработаем их затиркой! Все-таки мы имеем дело не только с наукой, но и с искусством, поэтому все должно быть красиво! Уберем лишнее! Вот так! Это напоминает мне безе! А вам, друзья, ставьте лайк, если согласны! О, или взбитые сливки! О, что-то я даже проголодалась! Не спешите! На этом этапе понадобится терпение! И, наконец, протрем швы влажной тряпочкой! Что-то Сэмми притих! Я начинаю беспокоиться, когда он надолго пропадает! А из этой платформы и нескольких кирпичиков сделаем финишную станцию! Ой! Сэмми, кажется, что-то упало! Ньютон такое дело! Цветок растет вверх! Значит, он преодолевает гравитацию! Ну, допустим! Значит, он нарушает закон гравитации! Я попробовал его перевернуть! О, Сэмми! Подожди, подожди! И тут гравитация взяла свое! Понимаешь, к чему я клоню? Нет, дорогой, не совсем! Нужно плотно держаться на корнях, чтобы гравитация тебя не склонила! Я поняла только то, что мы понесли потери в виде домашнего цветка! Надеюсь, Сэмми успешно посадит его обратно! Ребята, палец вверх, если верите в гравитацию и не пытайтесь ее преодолеть! Тем временем, нижняя платформа готова! Итак, наши башни совершенно одинаковые, но нам нужно сделать серпантин! Есть одна хитрость! Если мы повернем одну башню боком, то сможем сделать покатые дорожки! Сью, мне кажется, ты на стороне всемирного тяготения! Почему ты так решил? Строишь механизм, по которому будешь копать шары! Эм, я снова не улавливаю твоих намеков! Но ведь они будут скатываться вниз, движимые силой гравитации! Верно! А при чем тут я? Ты строишь наклонные рельсы, а значит, помогаешь гравитации! Кажется, ты придумал отличную теорию заговора! Зря смеешься! Однажды я преодолею тяготение и смогу летать! Рассуждаешь, как и Карр! Кто это? Я расскажу тебе о нем в следующий раз! А сейчас смотри, что у нас получилось! Вау! Все-таки наука прекрасна! Ну что, устроим гонки? Я долго не мог подобрать костюм для такого ответственного мероприятия! И решила деться летчиком? Я, как ты сказала, и Карр! Тогда смотри! Ю-ху! Поехали! Какая грация! Какое легкое качение! Ты опять за свое! Давай просто полюбуемся, как они катаются! Я полагаю, ты устал от лекций? Да, есть немного! Сейчас немножко позалипаю и снова буду готов слушать! Ребята, как вам наш крафт? Залипательно? Не забывайте подписаться и ставить лайки! И скорее жмите колокольчик! Увидимся в новых видео, которые вы, конечно, не пропустите! Пока-пока! Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...